Монахи Афонского монастыря Кутлу-Муш сделали специальное заявление, в котором предупредили людей, которые ищут того, что будет. Они прямо объявили, что те, которые ищут пророчеств при предсказании и знании о будущем, эти люди вступают в противление с волей Божией и показывают своё неверие. Ибо тот, кто верит, тот знает, что всё будет самое лучшее для человека. Ибо Бог есть любовь. Видите, они, эти старцы этого монастыря, даже с очень необходимым предупредить людей, поскольку все любопытства, голые любопытства, что будет? Я говорю, я, пожалуйста, вам скажу, не беспокойтесь, помрёте. Недовольны. Вообще недовольны – это же точное пророчество. Но ничего не помогает. Так, друзья мои, сегодня у нас последняя встреча. Я думал, о чём бы нам лучше всего поговорить. Нет, конечно, те вопросы, которые лежат, я постараюсь, может быть, на них ответить. Но тема, о которой мы с вами могли бы и поговорить, и обсудить, я думаю, что один из практических, насущных вопросов – это вопрос о таинствах. Потому что здесь, как, впрочем, и всю историю христианства, так и в настоящее время, достаточно много возникает вопросов, которые вызывают подчас у кого-то недоумение, у кого-то раздражение, у кого-то просто неприязнь. Но часто непонимание встречается – это бесспорно. Прежде всего, мы говорим о таинствах. Что мы называем таинством? И почему называется это словом таинство? Мистерион, если хотите. Что это такое? Таинство не потому, что это скрыто от других людей, а совершенно по-другому, в другом смысле слова. Таинством в церкви, в нашей православной, называется то священнодействие, при совершении которого человек, принимающий его с верой, таинственно... Что значит таинственно? То есть невидимо для глаз, для ушей, да и для прочих чувств в этом смысле таинственно получает особый дар благодати Божией. Вот и всё. А поскольку в церкви, в принципе, не может быть пустых священнодействий, что это пустых? Ну, так вот, совершаем. И зачем? Ну, незачем. Красиво. Нет в церкви пустых священнодействий. С любым из них церковь сопрягает что? Принятие человеком какого-то дара благодати Божией. Потому что церковь – это есть нечто, как тело Христово, и в каждом священнодействии её человек сопрягается с Богом, если он оказывается способным к этому соединению. Если. Отсюда, вы понимаете, отсюда возникает вопрос. Хорошо, если таинство – это священнодействие, в котором человек таинственно, то есть невидимо, получает определённый дар благодати, тогда сколько же таинств? Сколько? Никто не может сказать. Сколько угодно. Столько, сколько церковь совершает священнодействие. Как? Семь таинств? Семь? Ой, как интересно! Редко вы у кого найдёте из святых отцов древности – семь. Вы найдёте два, найдёте три, найдёте пять, найдёте двадцать, найдёте двадцать четыре! Даже самое первое упоминание в начале XIII века, когда один автор сказал – вот перечислим таинства, начинает их перечислять и называет восемь. Восьмое. Правда, он ставит его не восьмым, а в середине. Ещё одно какое же таинство? Монашество. А что, монашество – не таинство, да? Сегодня постригся, завтра женился? Что вы, что вы! Ну, конечно, нет в церкви пустых священных действий. И всё, что совершается с молитвою и благоговением, и что принимается с верой и покаянием, всегда соответственный дар благодати нисходит на человека. Вот о чём учит церковь! Откуда же семь? Ну, всё оттуда же, друзья мои! Всё оттуда же! Римская церковь, как известно, римляне – римляне – это те люди, у которых просто склад ума, я бы сказал, такой юридический. Всё нужно определить, распределить по полочкам, сказать точно, где, когда и что. Если вы когда-нибудь держали в руках очень интересную книгу «Похвала глупости» Эразма Роттердамского, если не держали, подержите, чуть-чуть почитайте. Ну, вы знаете, вы будете утешены. Сам он истинный католик, но там столько критики, что вы просто поразитесь! Он приводит там различные примеры. А вот в какой точно миг происходит присуществление святых даров? Если сказали, вот это слово произошло или нет, и потом вдруг оборвалось. Или вот это слово, или это слово. И он говорит, ни один апостол бы во веки веков не ответил на эти вопросы, а наши схоласты, наши фамисты, наши скотисты... Не от скотины слова, не вздумайте, а дун-скот, известный философ и богослов. А наши скотисты, они-то вам всё распишут по полочкам. Он правильно даёт убийственную критику вот этого схоластического богословия. Схоли – это школа, слышите? Школьного, где всё стараются привести как? В определённый порядок, в определённую систему. Простите, какую благодать можно ввести в систему? Вот там, оттуда пошла эта цифра 7, как некая, если хотите, чуть ли, ну, как магическая цифра. Вы знаете, что цифра 7 и в Ветхом Завете она всегда рассматривалась как, ну, своего рода, как некая, ну, уже священная. И мы многое видим связанное с цифрой 7. И вот и здесь решили, даже доходило до чего? Что, поскольку вся европейская наука, она была порождена монастырями и духовенством Римской Церкви, все учёные оттуда вышли, сами учёные были, это монахи, то доходило даже до чего? Вот открыли восьмую планету. Этого нет и быть не может. Почему? Потому что, может быть, только 7. Всё, 7. Так вот, эта цифра 7 была введена в схоластическое богословие. Просто именно введена. И в таком порядке, как это всё связано во время католической церкви. Там, ещё раз вам повторяю, там всё по полочкам раскладывается, всё по порядку, всё чётко. И это было введено в 7, не больше и не меньше. Задавали простой вопрос. Монашество что это? Не таинство? И начинается. И начинается. А освящение, пожалуйста, вам воды? Это что, не таинство? Значит, вода это не святая? Да? Этот весь чин торжественный, посмотрите, что происходит, например, так? Нет! Нет, получается, таинство. 7 таинств, то есть священно действий, в которых подаётся благодать Божия. Все прочие – нет таинства. Следовательно, никакой благодати Божией не подаётся. Вы скажите самой простой старушке, которая совсем не образована, и скажите ей об этом, которая стоит на крещении за святой водой, и тогда узнаете, по чём фунт лиха. Она вам, пожалуй, лучшее богословие скажет, чем эта несчастная схоластика. Нет, повторяю, в церкви пустых священно действий. Нет! Но это действие обусловлено и, во-первых, установлениями церковными, а не просто так, кому Бог на душу что положит. Во-вторых, что чрезвычайно важно, состоянием самого принимающего человека. Это вот первое и, так сказать, очень важное. Почему важное? Вы же будете принимать сам, будете священниками, может, кто-то архиереем. И что? И когда вы отпеваете покойника, это что? Пустое дело? Да? Разве? Совершайте молебен. Это пустое дело. Священно действие – это молитва. Это молитва. А то священно действие, та молитва, которая совершается по церковному чину, она всегда не спосылает человеку определённый дар благодати. Так же, как, кстати, и если человек молится правильно и с верой, то же самое получает это самое. Это очень важно знать. Почему? Потому что настраивает соответствующим образом каждого человека и на совершение этого священного действия, и на принятие его. Вот так, друзья мои. Это первое, что очень мне хотелось сказать. Это очень важно. Второе тоже чрезвычайно важное. То, с чем мы соприкасаемся непрерывно и постоянно. С чем же? Ну, чтобы ответить на этот вопрос, я вам скажу. Вы слыхали, наверное, что есть так называемая магия? Что такое магия? Магия? Ну, это колдовство, чародейство, волшебство. Но это всё слова. А суть магии в чём? Вера в том, что при правильно совершённых действиях будет получен соответствующий результат. Вся суть правильно совершить действие и произнести соответствующие слова. И всё! И всё! Всё будет сделано! То есть, главное – правильно всё сделать. Мы говорим, это язычество. Мало ли, что там делаются какие-то ритуалы и священные действия, которые совершаются, и там через костёр прыгают, и жертвы приносят и так далее. Мы говорим, что таинства наши, они связаны с самим Богом. Следовательно, возникает вопрос, а как же нам рассматривать те священные действия, которые совершаются в церкви? Можно ли ими правильно совершёнными заставить Духа Святого дать дар благодати? Вот, трижды окунули и произнесли соответствующие слова, которые при крещении. и что? И ты Дух Святой никуда не денешься уже? В магии? Точно! Тот человек, который верит в магическую силу священного действия, он будет и верить. Христианство говорит, нет, нельзя Бога заставить какими-то действиями не спасла в свой дар благодати. Если нет у тебя веры, веры какой? Кстати, какой веры? Друзья мои, это очень важно. Ну, конечно, не бесовской веры. Бесы не только не верят, они знают и остаются бесами. И, когда мы говорим нет веры, то есть вера не в то, что человек верит, что это таинство, нет, речь идёт совсем о другом. Что значит, я принимаю таинство? Это значит, что я хочу жить по-христиански и принимаю это таинство как необходимую помощь в моей духовной жизни. Какой жизни? Христианской. Если хотите, я обещаюсь, обещаюсь жить по-христиански. О, если так человек принимает таинство, тогда да, тогда совершается именно таинство. Тогда человек может действительно получить соответствующий дар благодати. Почему? Он обещается пред Богом и смотря какое таинство и пред людьми, например, таинство брака, Он обещается этим самым. И таким образом Бог, видя сердце человеческое, действительно не спосылает соответствующий дар благодати. Видите, почему? Не потому, что совершены правильно действия и прочитаны правильные слова и совершены они правильно поставленным священнослужителем, совсем не по этому, как это мы видим в католической доктрине. Правильно поставленный священник, правильно совершённые священно действия и всё. Экс-оперо операто. В силу совершённого действия совершается таинство. Ничего подобного. Ничего подобного. И когда мы сейчас будем с вами разбирать некоторые таинства, я это вам процитирую святых отцов, что ничего подобного. Хотя вы же читали все Евангелия и знаете, что Иуда на Тайной Вечере тоже принял, Христос дал ему тоже. И что написано дальше? И с этим куском ну, кусочком с этим куском так вошёл в него сатана. Иоанн Затауст прямо об этом пишет, святитель Иоанн Затауст. Иуда так же, как и прочие апостолы, причастился, но только с причастием-то он соединился не со Христом, а с дьяволом. Что такое? Ну, всем понятно, если все прочие ученики действительно были верны насколько могли, и верили Христу, и следовали за Ним, то Иуда-то почему сидел на Тайной Вечере, уже ждал момента, когда побежать к первосвященникам с тем, чтобы сказать – вот, наступил подходящий момент, чтобы предать его. Это серьёзнейший вопрос не только нашего времени, а уже давным-давно. Мне звонит человек почтенного возраста – Алексей Ильич, что мне делать? Я говорю, что случилось? Мой друг никак не хочет креститься. Я ему говорю, и надо, и всё, он никак не хочет. Я ему отвечаю – Виталий Николаевич, я вас не узнаю. Я думаю, что вы хотите меня спросить? Мой друг никак не может поверить. У него есть сомнение в вере. Ему мешает поверить то-то и то-то, и мы с вами можем разобрать. А вы что хотите, чтобы он неверующий крестился? Вы что говорите? Это что такое? Какой ужас! разумный, но очень простой. И он выразил великолепно, что наше народное сознание какое? Крестился? Нет? Ух ты, ты что, немедленно надо креститься! Даже не спрашивает, веришь-то, не веришь. А что? Да, что надо? Ты что? Вера в магию, а не в Бога. Господь говорит, кто веру имеет и креститься, спасен будет. Ну, что вы? Христос ошибался, конечно! Мы-то лучше знаем! А дальше что он сказал? А кто не имеет веры, осуждён будет. Обращаю ваше внимание на эти слова! Ведь речь-то идёт здесь. Кто не имеет веры, осуждён будет. Вы что думаете? Что все, кому не было проповедной Евангелии, они, значит, осуждены будут? Америку открыли в 1500 году спустя сколько? Полторы тысячи лет! Так что они, значит, все осуждены будут, потому что им не было проповедной Евангелия? Разве об этом идёт речь? Вы что? Кто веру имеет и крестится, спасён будет, а кто не имеет веры и крестится, осуждён будет? Этого мы никак не понимаем. Хотя весь контекст прямо говорит, что речь не вообще о некрещённых. Что вы! Сколько мы знаем мучеников, которые не были крещены, а в наших святцах стоят даже! Разве об этом идёт речь? А кто если не верующий и принимает таинство? Вот тогда что он делает? Он совершает, если хотите, настоящее клятву преступления. Недаром пророк писал, всякий творящий дело Божие с небрежением проклят будет! О, как сильно! откуда это в народе? Лишь бы креститься! Во что бы это ни стало креститься! Не спрашивают о вере-неверии! Берут каких... Вы знаете, каких крёстных берут восприемника? Креститься часто перекреститься не могут! Но ты восприемник! Это путеводитель ко Христу, который крестного знамения на себя положить даже не может! Всё перевернёт! Вот до какого абсурда, до какого язычества, настоящего язычества, веры в магию, а не в таинство присутствует и широко распространено в нашем народе! Вы обратили внимание? Сейчас хотя бы наконец! Наконец! Да! Но издан указ буквально патриарха, синода, что обязательно перед крещением, так же, как перед совершением брака, обязательно люди должны пройти ознакомительные хотя бы беседы! Правда, это очень мало! Ну, сдвинуто с мёртвой точки хотя бы! Как этот человек, ничего не понимающий, я спрашиваю, а зачем вы хотите креститься? Просто спрашиваю, спросите! Пожимают плечами, ну, ну, я же, ну, положено! Положено! Зачем крестить младенец? Ну, чтобы не болел, чтобы не кричал, не пищал, чтобы лучше развивался! Вы слышите? Один материализм! И потому, и потому мы видим, крещёный младенец бегает, чуть ли не каждый в воскресенье причащают, проходит полтора десятка лет, где же он? Как где? На дискотеке! Ух, как здорово! Какая благодать-то у него! Боже мой! И крестился, и непрерывно причащался! Ещё раз повторяю вам, таинство – это не магия! И благодать Божия не подаётся в силу совершённого действия! Я ещё зачитаю вам кое-что! Нет-нет! Нельзя Духа Святого заставить совершить что-то такое, и никуда ты, Дух Святой, не денешься! Повторяю, трижды окунули, произнесли формулу, троица – и всё! И ты крещён! Святые отцы решительно противостоят этому! И это великолепно понимали в Древней Церкви, и поэтому мы видим, видим поразительный факт! Великие святые, их святые родители не совершали крещения, младенцев даже не крестили! Посмотрите, праздник специальных трёх святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Затаустова! Посмотрите! Наверное, их родители ничего не понимали по сравнению с нами! Мы очень много понимаем! В 30 лет принимали крещение! Вот так, друзья мои, это очень важно! Итак, сколько таинств? Столько, сколько священнодействий совершается в Церкви! Поэтому к каждому священнодействию нужно относиться с благовением, как и к любому другому таинству! Но! Но! При этом мы понимаем и другое! То, о чём так образно и прекрасно сказал апостол Павел! Иная слава Солнцу, иная Луне, иная звёздам, и звезда от звезды, как говорит он, разница во славе! Верно! Есть таинства особенно важные, необходимые для верующего человека, необходимые, такие, как таинства крещения, духовного рождения, как таинства Евхаристии, ещё бы! Миропомазания! То есть, есть таинства, которые для верующего человека просто необходимы! И если он их, он, будучи верующим, не принимает, то, это он или на самом деле неверующий, или он тогда совершает тяжкий грех, если он по какой-то причине, имея возможности, принять это, не делает! Видите, есть таинство первостепенной важности, а есть очень многие такие священные действия, которые, конечно же, не имеют такого значения, но, естественно, конечно, не имеют значения такого. Можно под помазание подойти, можно не подойти, но все начали. Некоторые освещают свои огороды, поля, многие совсем не освещают. Это совсем не значит, что если они осветили своего, допустим, приусадебного участка, что теперь уже всё, и Бог отошёл, и не знаю, что будет. Нет! Конечно, этого нет! Потому что благодать Божия, подаваемая в каждом священном действии, это есть помощь, слышите? Не совершение, а помощь в совершении! Так же, как и в нашей духовной жизни таинства не делают нас святыми, а помогают нам стать более чистыми. Более чистыми помогают стать, но сами по себе ещё они человек не делают святым. Даже более того, человек, принимающий таинство без соответствующего решения, веры и обещания Богу доброй совести, он суд себе ест и пьёт. Помните, как апостол Павел говорил? Суд, осуждение не приобщается Христу, а приобщается осуждению. И это дело страшное. Это вот, это чрезвычайно важно, друзья мои, знать, и не просто знать, об этом надо говорить людям. Я прошу вас, не забывайте об этом говорить. Не забывайте говорить о том, что таинство, принятое, без соответствующей решимости жить по-христиански, потому что не говорю без веры. Оно становится, это таинство ему, колоссальным вредом, о чём, ещё раз повторяю вам, пишет апостол Павел в отношении таинства Евхаристии. И эти его слова относятся не только к причастию, а к любому таинству. Это надо запомнить. Предупреждайте, пожалуйста, людей, почему так охлаждается вера? Почему охлаждается духовная жизнь? Потому что губим себя даже теми средствами, которые, кажется, должны бы нам помогать, таинствами, принимая их, не соблюдая соответствующих условий. Иоанн Затавуст, вы знаете, писал следующее. Некрещение... Вы послушайте, что он пишет. Пожалуйста, послушайте. Некрещение, ни отпущение грехов, ни приобщение таинств, исподобление тела и крови Христовой, и ничто другое не может принести нам никакой пользы, если мы не станем вести жизнь честную, строгую и чуждуя всякого греха. Вот наш ответ магическому восприятию таинств. Ни крещение, ни причащение. Вы слышите, что пишет? И ничто другое не может принести нам никакой пользы, если не станем вести жизнь честную, строгую, чуждую всякого греха. Это закон! Как было бы важно, друзья мои, когда вы будете священниками, пожалуйста, пожалуйста, зачитывайте людям это, внушайте им, чтобы не относились они к таинству как к магии какой-то. просто это какая-то беда на моих глазах вот недавно при чьении вдруг подходит, какая-то Жень подбегает и смотрю, архиерей что-то спросил всё, и она отошла. Другая. Я потом спрашиваю, Владыка, что такое? Она говорит, ну, я спрашиваю, вы как готовились? Вы сегодня утром как что? Ну, я только кофе выпила с бутербродом. Ну, даже элементарных вещей, вы знаете, не знаете, даже самых простых вещей. Никакой исповеди, ничего. Ну, правильно, он не допустил. Причём, всё по-хорошему. И они, кстати, не обиделись. Кстати, это очень важно сказать по-хорошему. Они говорят, вы что без исповедей не подошли? Да. Вот это, друзья мои, это вот это первое, что мне хотелось сказать и что является чрезвычайно важным. Ну, а теперь мы можем с вами поговорить и о самих таинствах. Здесь, по крайней мере, о некоторых таинствах есть что сказать. Итак, первое таинство, которое называется таинством рождения, духовного рождения человека, это таинство крещения, оно заповедано самим Христом. На нём мы видим слова Христовы в Евангелии. Но причём удивительно, что, обращая на ваше внимание, и вам зададут вопросы, и вы должны будете ответить на эти вопросы. Ведь Господь как говорит, если кто не родится от воды и духа, не может иметь жизни вечной, не правда ли? все понимают это однозначно, воды и духа, то есть крещение. Так ведь? И что, все некрещёные погибают? Смотрите, наши святцы! Немало найдёте людей, которые не приняли крещение. «Кто не ест моей плоти, не пьёт моей крови, не имеет жизни вечной, сколько мы найдём?» Начиная с правого разбойника, которому было сказано сегодня же, будешь со мной в раю. Извольте ответить на это. Да, должны ответить. Как же понимать нам слова Христа? Какой же ответ? Ответ такой. Господь Иисус Христос всё время говорил притчи. Его весь язык – это буквально метафорический язык. Причём подчас эти метафоры настолько были сильными, что, помните, когда Он сказал, «Кто не ест моей плоти, не пьёт моей крови?» Многие ученики возмутились и отошли, и перестали уже просто ходить с Ним. Что такое ещё Он говорит? Ест Его плоти и пить Его кровь! Ужас какой! В Евангелии очень много вот такого метафорических выражений, высказываний, которые надо понимать только в контексте. Как же нам понимать в контексте? Ключ прошу обратить на это внимание. Самое серьёзное. Ключом к пониманию Евангелия является учение святых отцов. Они, будучи Бога просвящёнными людьми, они только могут дать действительно верное понимание слов Христа. не богословы, профессора и непрофессора, не экзогеты сами по себе, не знатоки Священного Писания, а святые отцы могут только дать действительно верный ответ на правильное понимание того или другого места. Вот я сказал о плоти и крови, а здесь у меня нет этой цитаты, ну, я его и вам так скажу. Макарий Великий, касаясь, кстати, этого места, что кто не ест моей плоти, не пьёт моей крови, и ученики отошли, прямо пишет Макарий Великий. Друзья мои, те цитаты, которые я вам сейчас не зачитаю или о которых я упоминаю, я знаю, что все вы знакомы с такой штукой, которую я совершенно не понимаю, называется она интернетом каким-то. И там всё на свете есть. Там есть такой сайт какого-то Осипова, и у него там все эти цитатки, ну, всё есть на свете, всё, что захотите. Вот так. Так вот, в данном случае Макарий Великий о чём пишет? Ученики, которые отошли от Христа в отношении плоти и крови, поняли слова Христа телесно, вещественно, то есть прямо, прямолинейно, грубо. А эти слова, пишет он, нужно было понимать духовно, а не вещественно. очень-очень-очень очень интересные слова. И если вы не так поняли, тогда бы не случилось с ними этой беды. Речь-то шла разве о том, что надо было грызть Христа, да, и есть Его тело? Конечно, нет. А что же? Об этом святые отцы объясняют, что, и мы с вами ещё поговорим, что это означает. Так вот, ключ к пониманию, пониманию Евангелия, пониманию множества высказаний евангельских слов, которые могут быть просто подчас непонятны, даже противоречивы, кажется, в одном месте то, в другом – это. Даёт святоотеческое учение. И там мы найдём то, что нам нужно. хорошо, друзья мои. Итак, первое таинство, которое может принимать человек, верующий – это крещение. Может, только верующий, ещё раз повторяю, только верующий. Не верующий – пусть подождёт. Нельзя! Проклятся, творяй дело Божие с небрежением. Повторяю ещё раз, предупреждайте об этом. Веруешь? Что значит веруешь? Решился жить по-христиански, увидел, что во Христе истина правильной жизни? Принимай! Не только принимай, нужно принимать, грех не принимать. Если у тебя этого нет, подожди. Кстати, почему я вам сейчас зачитаю замечательные слова Семёнова Богослова, которые, увы, в наших учебниках не цитируются почему-то. Почему, вы, наверное, сразу поймёте, почему. Сейчас, как только я вам процитирую, вы сразу всё сразу поймёте. Прошу вас, те, которые уткнулись в интернет, послушайте, пригодятся вам эти слова. Семён Новый Богослов пишет, крещённые младенцами не чувствуют освящения получаемого в крещении. Младенцам не чувствуют. потому, потому что такое чувство освящения есть умное дело, а младенцы ещё не совершенно умом, чтобы разуметь принятую благодать. Посему, с продолжением времени, они мало-помало изменяются и переходят на сторону худо. и благодать святого крещения в иных погасает и совсем теряется. А в иных сохраняется мало её искра, о которой потом великая сия милость опять в них воспламеняется, если прибегнут к духовным отцам и покаются, как мы сказали, примут оглашение, восстановят веру, как следует, и возупывают на Бога. Те же, которые принимают крещение в младенчестве, он пишет дальше, и затем не исполняют обетов крещения, они понесут гораздо больше осуждения нежели некрещенные, ибо пророк говорит, проклят всяк, кто творит дело Божие с небрежением. И эти слова вы не найдёте? Вы что? Как же такое? Что ж младенцев крестить нельзя? Вы что? Мы-то лучше знаем, как предупреждают они от такой поспешности предупреждают. Кто же может сделать, тогда крестить, если младенцами святой Дионисий Ариапогид пишет, тот, кто действительно имеет все возможности для воспитания, имеет людей, которые могут помочь ему в духовном воспитании детей, да, тот может, может их крестить и воспитывать в истинной вере. Тогда да, это условие непременное. так вот, что же происходит в Таинстве Крещения, друзья мои? Значит, первое, как уже мы сказали, что к этому Таинству нельзя относиться формально, крещённый или некрещённый. Нельзя! креститься можно только разумно, с пониманием и... и... Вот это самое важное, что абсолютно нигде не присутствует только с твёрдым решением начать христианскую жизнь. Прошу вас обратить внимание, всё наше богословие, всё наше знание и священное писание и всего на свете имеет смысл и значение только для одной достижения одной цели – изменения жизни. Вся суть в характере нашей жизни, а вовсе не в знаниях, самих по себе. И поэтому крещение должен человек принимать тогда, когда он примет решение изменить свою жизнь. Как изменить? Мы знаем. Жить по заповедям Божьим. Жить по заповедям, то есть и в понуждении себя к исполнению заповеди и покаяния. Без этого всё обессмысливается, крещение превращается в пустоту и, более того, за это небрежение пострадает человек. Слышите? Точно так же, как причащающийся недостойно пишет апостол Павел «Оттого вас болеют и умирают», точно то же самое происходит и при принятии крещения без веры, без благоговения и покаяния. Надо это запомнить. Эти слова апостола относятся к любому таинству. Нельзя подходить к Богу с небрежением. Нельзя! Что же происходит в Таинстве Крещения? Мы всё слышим! Духовное рождение! Что это такое? Католики придумали! Прощается первородный грех! И у нас бубнят это! Просто слышать даже как-то неудобно! Какой первородный грех? Максим Исповедник Преподобный прямо говорит, что произошло с Адамом? Он стал смертным, тленным и страстным! И что в крещении что, теперь бессмертными становимся, что ли мы? Вот первородное повреждение, в котором мы все пребываем. За него мы не несем ответственность, его прощать не надо, потому что это не прощается, а только исцеляется или не исцеляется. Остается человек и смертным, и тленным, и страстным. Что происходит в крещении? Об этом святые отцы говорят с полной определённостью. Подаётся, оказывается, семя той новой, исцелённой Христом человеческой природы, которую Он воспринял воплощение. Ну, помните, я вам говорил, Он взял на себя вот это бремя этой нашей смертной тленной природы, соединился с ней, сам не осквернившись от неё, но соединился и через крест и страдания исцелил её. Как Максим Исповедника пишет, что в воскресенье только... Вы слышите, как он пишет? Ну, я вам цитировал, вы же помните. Только в воскресенье человеческая природа Христа стала бессмертной, нетленной, неуязвимой, бесстрастной. Только через воскресенье прямо... Вот святые отцы об этом пишут, а там придумали, прощается природный грех. Не прощается природный грех, а даётся благодатное семя той новой человеческой природы, которые Господь Иисус Христос исцелил через крест смерть и воскресенье. Вот оказывается, что. Об этом, об этом, что оно именно есть таково, об этом пишут святые отцы в полной определённости. Я вам зачитаю хотя бы одного, хотя бы. Святитель Игнатий Веренчинов пишет так святой Исаак Сирин слова первые и восемь четвёртые согласно с прочими отцами, вы слышите? Не от себя он пишет, научает, что Христос насаждается в сердца наши таинством святого крещения как семя в землю. Вот что происходит! Насаждается как семя в землю. И дальше пишет Дар этот сам собой совершен, но мы его или развиваем, или заглушаем, судя по тому, какое проводим жительство. По этой причине дар сияет во всём своём изяществе только в тех, которые возделали себя евангельскими заповедями и по мере этого возделания. И дальше он ссылается Игнатию Причину, я его цитирую. Смотри, преподобно Марко Подвижника слово о крещении Ксанфу Пулов главы четвёртые и пятые. Я не буду приводить других цитат. Видите, что происходит в крещении? Вот в чём состоит духовное рождение это. Даётся семя. Как в зарождении телесном даётся семя и рождается человек, так и в рождении духовном вот оно происходит рождение. В таинстве крещения получает человек это благодатное семя. А дальше уже от него зависит, что он будет делать с этим семенем. В египетских пирамидах, как вы знаете, когда их открыли, нашли пшеницу. Нашли. Три тысячи лет лежало. И что? Никакого плода. так и засохло. Кидаем пшеницу в хорошую землю и какой плод приносит. Поэтому Ефрем Сирин, например, пишет, крещение есть только предначатие воскресения из ада, в котором мы находимся. Обращаю ваше внимание, друзья мои, вы слышите? Мы смотрим крещение – всё крещён, слава Богу, всё сделано! Какой вздор! Не только начатие, пишет, а предначатие нашего воскресения из ада. А Кирилл Иерусалимский, святитель, предупреждает, я вам обещал зачитать, вот зачитываю, есть лицемереж, то люди крестят тебя теперь, а дух не будет тебя крестить. Как это вам нравится? Скажите вы кому-нибудь. Пришли неверующие, крестите. Предупреждаем вас, что дух крестить не будет. Нет, давайте, давайте! Мы заплатили за ящиком. А дух не будет тебя крестить. Посмотрите как! Марк Подвижник пишет, уверился ли ты, хотя ныне, что твёрдо верующим дух святой даётся тотчас по крещении неверным же неверующим и зловерным и по крещении не даётся. Вы слышали, что происходит? Внешне всё он крещённый на самом деле и по крещении не даётся. Предупреждайте, предупреждайте ради Бога, вы народ, для которого крещение – это магия, главное – крестить. И по крещении не даётся, если нет обещаний Богу доброй совести, доброго жительства. И прошу обратить внимание людей на эти страшные строки Семёна Нового Богослова, что происходит с крещёнными в младенчестве, о которых он говорит, что младенцы ещё не чувствуют освящение, получаемого в крещении, потому что такое чувство освящения есть умное дело, а младенцы ещё не совершенны умом. Вот, оказывается, почему великие святители-то все древние церкви крестились, будучи уже родители святые и не крестят. Сами уже, кажется, в возраст ходят, ждут. Прежде чем принять крещение, готовились, самым серьёзным образом готовились, чтобы не подпасть под грозное слово пророка проклят сяк, кто творит дело Божие с небрежением. Святитель Феофан Затворник прямо предупреждает людей, которые верят в эту магию крещения, не в таинстве крещения, а прямо именно точно в магию крещения, что он пишет. Но надо при этом иметь в мысли, что в этом умертвии греху через крещение ничего не бывает механически, он так говорит, слово употребляет механически, а всё совершается с участием нравственно-свободных решимостей самого человека. О чём он говорит? О каком умерти греху? Церковь твёрдо учит, что если человек приступает к таинству крещения с верой и покаянием, он очищается действительно от всех предшествующих грехов. Очищается! Но это очищение бывает не автоматом окунули, трижды вынули. Нет! А, видите, что пишет? Только, только при наличии нравственно-свободной решимости жить под заповедом Евангелия. Он дальше объясняет святитель Феофан, Господь, приступающего к нему с покаянием и верою, приемлет, прощает ему все прежние грехи и освящает таинствами, снабжает силою препобеждать живущий в нём грех. А дальше прошу обратить внимание, прошу обратить внимание, самого же греха не изгоняет, возлагая на человека изгнать его с помощью даруемой ему для того благодати. Нам часто говорят, вон ваши крещённые, вы крещённые, да вы подчас живёте хуже некрещённых. Слышите ответ? Самого греха автоматически Бог не изгоняет той страстности нашей природы, а возлагая это на человека. Ты теперь получил помощь, ты теперь можешь это делать, ты должен это сделать? А не Бог. Раз, крестили, всё в порядке, святой. Нет, ничего не бывает механически. Вот, оказывается, что такое таинство крещения. Ещё раз хочу напомнить вам, что католики говорят, что прощается грех Адамов, первородный грех. Насчёт этого есть прекрасное, целое исследование священника Кремлёвского. У него целая прекрасная работа. Он называется «Первородный грех по учению блаженного Августина Японского». Вот что он заключает свою работу какими словами, которые вам надо знать. Он пишет «Вообще у отцов и учителей церкви первых веков христианства мы не найдём мысли, что детям при крещении прощается грех Адамов». Придумали. Кстати, самое поразительное, вы знаете, это всюду и всюду прощается первородный грех, прощается первородный грех. Никто нигде не говорит. Я вам сказал сколько Исаак Сирин, Ксанфопулу, Ефрем Сирин, Игнатий Бринчанин, Тихон Задонский, что пишет, мог бы вам зачитать даже. Все пишут одно и то же. Семя, семя даётся, семя новой человечности. Той исцелённой, благодатной новой человечности, которую совершил Христос своей жертвой. Вот о чём прямо говорят один за другим отцом. Нет! Я вам скажу, удивительно сильное влияние вот этой вот западной, западной схоластической мысли, не святоотеческой, а схоластической, богословской мысли на наше богословие. Но вы не удивляйтесь! Не удивляйтесь! Академия наша, например, была открыта, когда, помните, в 1675 году там уже столько университетов было, Господи! Столько богословия, такие суммы теологии! И брали, и брали, и брали, и придумали прощение первородного греха! А то, что пишут наши святые, что ничего не изгоняют механически, что оставляют это человеку в свободном решимости, это мы уже не помним! Что семя даётся благодатное! А все мы знаем, что такое! Его надо в подготовленную почву, как пишет в Арсенофе Великий, прямо пишет, прежде, чем принять семя, надо подготовить почву! Какая подготовка в данном случае узнать, что такое христианство, что такое вера, и принять решение жить по-христиански! Его надо поливать чем? Покаянием! Его надо удобрять чем? Правильной, доброй жизнью! Вот, оказывается, при каком условии только семя крещения переквашивает человека и делает его христианином! Вот только когда становится христианином человек, а не потому, что его крестили! Действительно, часто крещённые хуже некрещённых! Вот так, друзья мои, это первое и важное, что нужно познать нам, когда мы говорим о первом, великом и необходимом таинстве для каждого верующего, подчёркиваю, человека. Нет веры, не приступай, ибо Бог есть огонь поедающий, то есть пожигающий огонь. А что может быть при неверии, апостол Павел написал? Болеют и умирают! Надо это помнить! Ну, а миропомазание, следующее таинство, которое у нас совершается, как вы знаете, вместе фактически, здесь только одно могу сказать. Да, из деяний апостольских мы помним, как апостолы совершили крещение, было крещены самаряне, но не было ещё миропомазания, не было даров Духа Святого. Для нас, друзья мои, мы не можем знать, почему Христос, кажется, всё сделал так, и тем не менее ученикам говорит, нет, ждите, придёт утешитель, Дух истины, который вас наставит, который даст вам силу, который вам напомнит. Вы слышите? Функции, вот разные функции, как, что, почему, об этом бессмысленно даже думать, но факт таков. И вот таинство миропомазания как раз оно и сопряжено с чем? С тем, что этому семени даётся, даётся при, опять-таки, вере, вере, даётся, даётся, эти благодатные силы для его возрастания. Евхаристия в следующее очень важное таинство, в котором Господь сказал, кто не ест моей плоти, не пьёт моей крови, не имеет жизни вечной. Даже вот так. С одной стороны, другой апостол предупреждает, в первом веке уже, обратите внимание, уже в первом веке, тут первые ученики и уже начали терять благоговение. Апостол вынужден был предупреждать, вы что делаете? Смерть себе принимаете? Да ещё какую? Иуда так вообще удавился! Думаете, так просто? Избави Бог подходить к причастию без покаяния, без осознания своей греховности, без искреннего желания исправить свою жизнь. Избави Бог! Тогда мы вместо жизни получаем смерть. Что такое Евхаристия? Благодарение! Это таинство названо благодарением. Почему? Потому что в этом таинстве мы приобщаемся не просто благодатью Божию, касающейся нашей души, но происходит освящение даже самого тела. только в этом таинстве человек полностью освящается при правильном принятии и душою, и телом. Во всех прочих таинствах наша душа это ощущает, душа преображаться может, душа освящаться, и только через неё происходит определённое воздействие на тело. здесь целиком. Святитель Кирилл Иерусалимский пишет, что мы становимся в Евхаристии сотелесными Христу, единокровными Христу. он не сказал, что превращаемся, как Франциск Кассийский, помните, почувствовал себя совершенно превращённым в Иисуса, единокровными, единотелесными становимся, говорит он. Что можно отметить в связи с этим? Вы знаете, что литургия Василия Великого и Антона Таустого говорит о приложении святых даров метаволи. Что это такое? Непонятно. Изменение какое? И вот мы видим в VIII веке, в IX особенно, и дальше римские на Западе, римокатолические богословы попытались всё-таки узнать, а что же происходит со святыми дарами? Что за изменения? И после очень серьёзных споров, вы знаете, споры были очень сильные, были сторонники разных точек зрения, в конечном счёте римокатолическая церковь пришла к учению, которое зафиксировало догматически в XVI веке, в XVI только веке на Тридентском соборе утвердила догмат о так называемом присуществлении «и». То есть, что это значит? Что в время Евхаристии уже не остаётся никакого хлеба и никакого вина, а превращается хлеб и вино в настоящее тело, в настоящую кровь Христа. Но это скрывается от взоров человеческих, чтобы он мог причаститься, поскольку это необходимо. Вот таково было таково учение римокатолической церкви. Церковь православного не знала этого никогда. И в православии это уже перешло, после того, как случилась та великая трагедия, которую вы по истории церкви все хорошо знаете. В 1453 году Византия пала. Всё. И греки, в общем, которые хотели получить богословское образование, стали получать образование богословское в католических школах. К чему это привело? Я касаюсь сейчас только одного – Таинства Евхаристии. К следующему. Есть один трактат, который называется «Православное исповедание Кафолической апостольской Восточной Церкви», в которой в котором вы это должны знать чёрным по белому написано следующее. Я прям вам почти это цитирую. Поскольку – там написано по элику, конечно, да – поскольку человеку необходимо приобщение телу и крови Христовой, но вкушение неварёного мяса противоестественно для человека Господь по Своей милости преподает его нам в Таинстве Евхаристии под видом хлеба и вина. Вот, оказывается, до чего мы дошли! До какого ужаса! Оказывается, происходит превращение хлеба и вина в натуральное тело Христа и кровь! И мы едим это тело! Спрашивается, зачем? Что это такое? Откуда? Никогда не было! Всегда православное учение говорит, мы приобщаемся истинного тела и истинной крови Христовой! Что значит? Что это значит? И вот поняли примитивно, прямолинейно, грубо, на самом деле, что происходит. Святитель Афанасий Великий писал следующее. Тело Христа, поскольку имело оно общую со всеми телами сущность, то есть с нашим телом, и было телом человеческим, хотя по необычайному чуду образовалось из единой Девы, однако же, будучи смертным по закону подобных тел, подверглась смерти, а Дух Святой отличен от единства тварного бытия. То есть, что он пишет? Что он пишет? Тело Христа и так было такое же, как у нас. Но мы-то приобщаемся не своему же телу. Значит, чему же мы приобщаемся? Материи или приобщаемся мы другому нечто, что происходит в Таинстве Евхаристии? Преподобный Иоанн Дамаскин по этому поводу пишет прямо. В Таинстве Евхаристии происходит единение наше человеческое единение со Христом. Единение со Христом. И происходит не превращение хлеба и вина в тело икрой натуральные, а происходит соединение этого хлеба и вина происходит соединение этого хлеба и вина со Христом. А поскольку Христос это Бога-человек, так, то и эти хлеб и вина и вино таким образом являются Его телом и Его кровью. Не в силу превращения а в силу приобщения святые отцы говорят так евхаристология, то есть учение Евхаристии это христология, то есть это учение о Христе. Как во Христе соединение Бога и человека произошло неслитно, неизменно и нераздельно, Главное, что неслит неизменно, так и в Христе происходит соединение хлеба и вина с Божеством Христа точно так же неизменно, неслитно и нераздельно и неразлучно. В общем, по формуле Четвёртого Вселенского Собора происходит, видите, соединение не превращение как во Христе в Боговоплощении, было же не превращение и Бога Слова в человека Иисуса, а соединение. Так и здесь. Иоанн Дамаскин пишет «Хлеб общения» так он называет Евхаристию хлеб общения есть единство Божие благодати в этих святых дарах. Поэтому мы видим очень интересные вещи, что даже вот в наших в нашей литургии после приложения святых даров диакон, вы знаете, что говорит священнику? Хлеб сей, помните? Хлеб сей не тело, а хлеб сей называет даже. И в наших канонах, когда мы читаем перед причастием, называется то тело, то хлеб. Почему? Потому что вещественных никаких изменений не происходит. Вещественных. Происходят не изменения вещественные, а происходит соединение. Дело это в том, что если уже попытаться, если хотите, с точки зрения подойти науки, физики, то мы же все понимаем, что все тела имеют одну и ту же материальную сущность. О каких телах я говорю? Не только живых существ, но и всего-всего камни, земля, птицы, звери, человеки, все что угодно. У всех одна и та же материя. Поэтому речь о таинстве идёт не в том, что изменяется вещество одно в другое, а происходит совсем другое при общении, соединении. Хлеб общения – не простой хлеб, но соединённый с божеством. Вот коротко и ясно, как говорит Иоанн Дамаскин, преподобный. Хлеб общения – не простой хлеб, слышите, опять подчёркиваю, но соединённый с божеством. И он пишет каким божеством? Божеством Христа, естественно. Вот что значит учение о приложении святых даров. Поняли? В чём отличие? Пресуществление напротив, превращение хлеба и вина вплоть в... Ну, как это православные исповеди написали это ужасно, написали, да, что это неварёное мясо. Здорово? Вот так до чего дошли. Кстати, вы знаете, у меня уже было несколько случаев, ко мне подходили, вот одна девушка подошла, я не могу причащаться. Я говорю, что случилось? Я не могу кровь! Слышите? Теперь помните, я вам говорил Макария Великого, который пишет, что ученики потому отошли от Христа некоторые, что они поняли его слова вещественно, по-плоцки, а их нужно было понимать духовно. Духовно что значит? И вот Иоанн Дамаскин и за ним целый ряд других святых отцов, святых отцов прямо, прямо говорят о том, что хлеб Евхаристии это не простой уже хлеб, но соединённый с Божеством Христа. Вот что такое святое причастие. В отличие от католического присуществления, трансубстанциацию, в отличие также от протестантского ну, я надеюсь, вам объясняли, какое протестантское объяснение, там так, пока каждый причащающийся во время причащения происходит вот это превращение хлеба значит в целую кровь Христа. Так окончилось причащение? Окончилось. Всё. Христос уходит из этих даров и можно выливать куда угодно. То есть, помните, это что за ересь такая была Македония? То Бог входит, то уходит. Конечно, это совершеннейшее просто... Или ещё хуже протестанты, когда говорят о том, что это только образ, что это тело и кровь Христа. на самом деле ничего здесь не происходит, это просто символ, что будто бы тело и Христа, тело и кровь Христова. Ничего подобного. Православие, говорит, происходит соединение, таинственное соединение этого хлеба и вина с божеством Христа. И потому этот хлеб есть тело Христово, потому что всё, что соединяется с божеством Христа, является его плотью. И в этом состоит таинство. Вот так. Ну, в отношении того, что причащаемся, мы это уже, надеюсь, это всем понятно, что необходимо для причащения и с какой, с каким благовением должны подходить к этому. Вот так, друзья мои. Ну, я не знаю, надо ли вам читать, зачитывать высказания святых отцов. Например, Ирини Леонский пишет, как хлеб, взятый от земли, после призывания над ним Бога уже не есть обыкновенный хлеб, но Евхаристия, состоящая из двух вещей, из земного и небесного, так и тела наши принимай Евхаристию. Иоанн Дамаскин Так и хлеб общения не простой хлеб, но соединённый с Божеством. Очищаясь через это, мы соединяемся с телом Господа и Духом Его и делаемся телом Христовым. Причащением же называется потому, что через Него мы причащаемся Божества Иисуса. Пишет Иоанн Дамаскин в своём исповедании веры. Иоанн Затауст пишет, что такое хлеб, тело Христово, а чем становится причащающийся телом Христовым. Что значит? Что уже не наше тело, но Христа? Ну, конечно, мы остаёмся своим телом, но через приобщение Божеству Христа мы становимся, как сказал очень хорошо Кирилл Иерусалимский, сотелесными. Митрополит Вениамин Фетченков, кстати, предупреждает в своей работе литургия. Но, Боже, сохрани предаваться здесь мечтательному воображению физического воззрения на святые тайны. Здесь всё духовно, всё сверхъестественно, всё божественно. Вот так. Но вот эта идея присуществления действительно зашла довольно глубоко хотя на самом деле это очень грубая совершенно вещь. Хомяков очень хорошо сказал, мы не против термина присуществления, мы против учения о превращении. Евхаристия не магический котёл, в котором одно превращается в другое, а великое таинство соединения Божества Христа с хлебом и вином этими дарами. Вот так. Ну, что ещё, друзья мои? О таинстве священства, конечно, надо бы с вами поговорить. Скажу вам так, только очень важно знать, что в любом таинстве, в том числе и в таинстве священства, человек получает только семя благодати Божией, а не полноту. Полнота зависит от развития самого человека. Семя получает он и право совершения таинств в священстве. Право! Благодати может лишиться человек, священник. Для того, чтобы вам было понятно, скажу вам, у архиерея заготовлен указ о снятии сана с этого священника. Так? Указ. Но он ещё совершает там таинство. Действительно таинство? Да. Почему? Он ещё пока не лишён права совершать. Потому что все таинства совершает не священник, а Господь руками священника. Бог совершает таинство, а не человек. Это очень важно понимать. Поэтому здесь, пока он не лишён права, хотя уже лишён благодати. Потому что архиерей почему заготовил указ? Потому что он навезобразничал уже так, что ни о какой благодати там и речи уже не может идти. Сам он недостойный и ничего не может, но право сохраняется до тех пор, пока он не получил этого указа. Поэтому две вещи. Одно дело, получается, семя благодати встанется рукоположение, но о том, как он будет к этому семье относиться, это мы уже знаем, как и в Таинстве Крещения. А вот право совершения – это вопрос уже другой, который касается непосредственной жизни. А насчёт того, что насчёт благодати Григорий Богослов очень хорошо пишет «Многие обличены саном, да не все имеют благодать». Но это мы знаем, что многие обличены саном, но не все имеют благодать. К сожалению, это истина, которую ещё высказал Григорий Богослов в 4 век, но она вечна. К сожалению, это факт. Так, друзья мои, вы хотите, чтобы я что-то ответил на вопросы? Первый вопрос. Какую природу воспринял Христос воплощение? Ну, что же, я вам очень много цитировал. Я вам цитировал указанный такой авторитет крупный, как Максим Исповедник, который уже подвёл итоги. Он прямо сказал смертную, тленную и страстную не в смысле греха, а в смысле подверженную страданиям. Но что вот Максим Исповедник? Несколько прям десятков, я помню, у нас этот вопрос стоял, несколько десятков святых прямо говорят об этом. Прямо! Афанасий Великий так знаете, что писал? Да умолкнут говорящие, что природа Христа была первозданной по своим свойствам. Да умолкнут! Слышите, даже уже с гневом, потому что уже тогда было. Но запомните, какая вещь-то, чем уникален Христос? Да, Он принял смертную и тленную природу, но не принял страстности греховной. Об этом и пишет Григорий Палома. Вы же помните тогда, как Христос имел природу такую же, как у нас, но без греха. Вот, какую природу Он воспринял воплощение. Так, а что же Он тогда и совершил на кресте? В том-то и дело исцелил! И о чём опять-таки пишет Максим Исповедник. Исцелил! Как Он пишет через воскресенье Христос совершил эту природу, сделал её бессмертной, недленной, бесстрастной. Вот так! Вот что значит, что Христос исцелил в себе самому свою человеческую природу. Об этом, кстати, послание к евреям 2 глава 10 стих Телиосе. Помните? Телиосе. Что значит? Телиосе. Вы же греческий язык изучаете. Сделал совершенно! Посмотрите! Каков процесс усвоения нами плодов жертвы Христовой. Об этом говорит та наука, которую мы называем аскетикой, то есть наука о духовной жизни. Первая, и не первая, а самая суть её заключается в чём? Ну, скажу общую фразу, вы скажете, это мы знаем. Жизнь по Евангелию. К чему всё это сводится? Не делай и не желай другому того, чего не хочешь себе. Тот, кто сможет это сделать, вот тот и будет вести правильную жизнь. ты не хочешь, чтобы тебя осуждали? Не осуждай! Не хочешь? Не осуждай! Хотя бы этот минимум, то есть всё сводится к чему? Это называется началом любви к человеку. То есть все заповеди Христовы, они сводятся в конечном счёте к любви, к этой главной заповеди, ибо Бог есть любовь. Вот что самое. Но как это возможно достижение этого? Только через познание себя. Гнофи, Сеофтон, помните, Сократ указал на фронтон Дельфийского храма? Познай самого себя. Что значит познай самого себя? Что это значит? Что значит? А очень просто. Я очень хорош, пока не затронули моё самолюбие. Пока не затронули мой желудок, пока не затронули моего положения материального. Как только затронули, увидите, и я увижу. Оказывается, кто я? А в ко мне живёт-то что? Боже мой, как ёжик! Не прикоснись тут же и всеми иглами вонзаюсь. Вот что такое познание себя. без познания этого и без познания того, что я даже желая, к сожалению, то и дело срываюсь и грешу, без познания этого невозможно мне вожжелать Спасителя. Если я хочу спасения, я должен исцелиться от этих гадостей. Но для этого нужно познать себя. возможно ли семинаристу принимать участие в обряде венчания у баптистов в качестве свидетеля жениха? Я думаю, что это нехорошо всё-таки. Это всё-таки в обряде венчания это как-то что-то это неестественно, друзья мои. Мне так кажется, что это неестественно. Спросите более знающих людей. Но мне кажется, что так постепенно можно вообще прийти к единой религии будущего. Не получается молиться молитвой Иисусовой во время принятия пищи. То есть молитва сопряжена с движением языка. Ну, я вам скажу, помните анекдот такой хороший? О, вам он пригодится! Доминиканец с иезуитом встречаются. Доминиканец прямо угрюмый. Иезуит спрашивает, ты что? Да, что? Спросил духовника, можно ли во время молитвы курить? Духовник говорит, ты что? Сукин сын такой, я тебя на поклоны поставлю! Иезуит говорит, ну и дурак же ты! А что? Да кто же так спрашивает? Вот я спросил своего духовника, иначе, можно ли, когда я курю молиться? Да, сын мой, молись, чтобы избавиться тебя от этой страсти! Вот видите, как здорово, правда? На то и иезуит! Так вот, вы знаете, что дай Бог молитву совершать в то время, когда можем её совершать! Дай Бог как можно чаще! и тогда научимся совершать её так, что и не потребуется языком двигать! А если мы сразу думаем научиться таким образом всему, то мы ничему не научимся! Но уже как можно чаще, друзья мои, сидим, стоим, лежим, идём, что бы ни делали, кто мешает нам от всей души сказать раз, другой, третий! Господи Иисусе Христе, помилуй меня! Кстати, во время службы не теряйте времени даром! Не теряйте столько часов, Боже мой, столько лет, и потеряйте это даром! Напрасно! Говорят так, тот, кто не научился молиться в своей частной молитве, тот едва ли, когда помолится, и на молитве общей. А знаете, о чём это говорит? Если человек не учится молиться вот сейчас, то он и стал священнослужителем. Научится ли? Очень легко превратиться в шреца, который исполняет действия и вычитывает молитвы. Это ужасно! Потому что очень легко священнику стать жрецом. Им становится тот, кто не учится молиться. Поэтому Игнатий Тебринчанинов, которым вот воскресный день позавчера совершалась в память, он призывает, прям со всей силой призывает, надо начать учиться молиться, начать учиться. И призывает начать это совершать через вот эту краткую молитву Иисусу, Иисусу, совершаемую как можно чаще, в любой момент, когда только вспомнили, один, два, три раза надо учиться. Особенно использовать надо время богослужения. Особенно не бродить мыслями по всему миру, а использовать это время. Потому что в противном случае мы превратимся, знаете, в кого? В дымящие головешки, как об этом говорил Серафим Саровский. Дымящие, отвратительно дымящие головешки. Вот так. Это, кстати, касается таинства священства. Может быть, священником, а может быть, жрицом. Ну, ладно, друзья мои, хорошо. У нас сегодня с вами последняя встреча. Да, очень возможно, что больше мы вообще никогда не встретимся, да, или встретимся так случайно, или встретимся не по каким-то серьёзным вопросам, а просто так, то я, так сказать, считаю своим долгом, конечно, извиниться, если кого-то чем-то я как-то задел, или какие-то мысли я высказал, и они вами не принимаются, не беспокойтесь. У всех у нас всё может быть. Все мы можем и ошибаться, и интересоваться. Будем великодушными друг к другу. и постараемся, насколько возможно, исполнять совет в арсенове великого. Он говорит, что тот человек, по отношению к которому у тебя или возникает неприязнь, или осуждение, или обида, или ещё что-то, знайте, надо поступать так, как поступать. Правда, интересно узнать. Он говорит, Господи, святыми молитвами брата моего помилуй меня и его. И тогда будем жить в мире. Субтитры создавал DimaTorzok